Шаблонные предложения, банальные встречи, исход которых ясен еще до их начала. Пора остановить эту киношно-ресторанную череду. В течение недели наша суперкоманда будет рассказывать о самых нестандартных свиданиях и, возможно, изменит сценарий вашего Дня Святого Валентина. Четыре чувства – это уникальное место, где одинокие сердца ищут друг друга. Если ты еще не нашел свою вторую половинку и хочешь новых ощущений, тогда тебе сюда. Осязание, обоняние, слух и зрение – вот что понадобится вам, чтобы найти свою любовь. Вот уже полтора года одинокие парни и девушки Петербурга пытаются познакомиться необычным способом. Я наблюдала за людьми, за тем, как они общаются, как они знакомятся, чего ищут в жизни. И заметила, что люди перестали чувствовать друг друга. Они по большей части воспринимают друг друга только визуально. Здравствуйте, я рада вас приветствовать. На свидании «Четыре чувства» сегодня вы испытаете самые необычные ощущения, впечатления о своей жизни. Итак, сейчас происходит первое свидание. Оно называется «Осязание». Молодые люди трогают друг друга нежно за руки и пытаются почувствовать тепло и энергию друг друга. Сейчас мы хотим задать вопрос вот этому молодому человеку. Скажите, что вы чувствуете и какие ваши ощущения на этом свидании? Вы знаете, я чувствую теплоту женских рук, которая греет мое сердце. Я не хочу останавливаться, буду продолжать. Приятно попробовать что-то новое, но в душе таится надежда, что я встречу все-таки свою вторую половинку в этом городе. Следующий этап этих свиданий – обоняние. Все герои также продолжают сидеть в масках, и сейчас они должны почувствовать запах друг друга, не используя при этом парфюм, почувствовать естественный запах кожи и получить какую-то особую энергию от своего партнера. И я тоже сейчас попробую сделать это. Я надеваю маску и сажусь на стул. Третья часть свиданий открывает еще одну тайну – голос партнера. За две минуты потенциальная пара должна узнать друг друга и сделать выбор. И последний этап, который нравится участникам больше других – смотреть друг в друга в глаза. Смотреть человека в глаза и где-то минуту, и при этом не общаясь, и при этом очень близко, то есть на расстоянии 30-40 сантиметров, это так возбуждает. Как ни странно, на свидание приходят не только свободные молодые люди и девушки, но и уже счастливые влюбленные, которые решили испытать новое чувство. Мы женаты уже 5 лет, и решили прийти сегодня и обновить свои чувства, что-то новое для себя открыть. И мне кажется, у нас это очень получилось. Мы прям в восторге. Свидание очень чувственное, поэтому некоторые пары уходят уже сразу после свидания вместе. Есть успешные пары, которые продолжают общаться, кто-то остается друзьями. Организаторы счастливы от того, что благодаря их свиданиям влюбленных в Петербурге становится все больше. Ведь миром правит любовь.